У нас театр Эстония перед нами. Народ отдыхает. У кого-то детей, наверное, каникулы через школьников. Когда-то, в октябре это, наверное, было, я со своим другом сняли пару маленьких, коротеньких клипов про Таллин. Ну, роликов, не роликов, видеофрагментов, нарезок своих. Нас попросили, покажите Таллин. Мы сняли. Потом друг сказал, что у него времени нету. Ну, семья и так далее, что он не сможет мне постоянно снимать. Почему? Потому что, а как оказалось, очень много людей уехали в 90-х годах, в 91-м году, в начале 90-х, короче, из Эстонии. И очень, некоторые даже просто нет возможности приехать, посмотреть. А эти люди родились тут. А так как я очень часто и много езжу за рулем, то просто-напросто мне несложно было прикрепить эту камеру и показать. Или показывать. Слева Виру. Это уже было, но летом еще не было. Справа, справа автопуск. Универмаг. И переходик такой между гостиницей Виру и торговым центром Сокос. И универмагом. Жарко. Как ни странно, что на улице 17 градусов, а жарко все равно. Здесь налево нельзя поворачивать. Только общественному транспорту можно. И мы продолжаем кататься по улице Гонь-Сиори. Повернем сейчас направо. На улице Гонь-Сиори вот здесь еще есть у нас подземный переход. Он выходит на все четыре. Да как обычно, подземный переход. На четыре выхода. И на Каубе, и к универмагу, и к Сокосу. И с другой стороны универмага. И там, где раньше была художественная академия. Почему была? Потому что... Потому что ее сломали, и теперь ее нет. Мы поехали на Нарвское шоссе. Все здесь изменилось. Все здесь уже не так. Не так, как обычно. Все эти здания какие-то, государственные конторы. Все это теперь уже гостиницы, магазинчики, какие-то банки. Кафешки, магазинчики и так далее. Ну и соответственно, что квартирные, квартиры тоже. Квартиру иметь где-то здесь очень престижно. Все-таки не забываем, что Таллинн, город, где население 430 тысяч. По сути, если человек работает в какой-то определенной сфере очень долго, там уже все друг друга знают. Ты переходишь из конторы в контору, а так получается, что все как-то знают. Или учился, или работал где-то с ним, или пересекался, или дрался. И так далее. По рельсам не люблю ездить. Тем более, надо все равно сюда. Сколько раз тут ездил, столько раз и буду говорить. Очень опасный перекресток. Очень опасный. Не перекресток, а пешеходный переход. Очень опасный. Здесь всегда лучше притормозить до 100 раз, посмотреть. Мы едем сейчас в сторону Кадриорга, но в сам Кадриорг я не поеду. Я вернусь и кусочки старого города попробую заснять. Это чтобы у нас как бы развернуться, выехать. Вот я делаю такие финты. Какие-то деревянные дома у нас здесь еще имеются. За деревом этим церковь. Странная. По-моему, это и эговисты какие-то. Продолжение следует. Сейчас мы выйдем. Кто помнит. Кто помнит. Морской клуб. Спортсмена вижу. Спортсменку. По правой стороне морской клуб. Сейчас мы поедем с солнечной стороны. Наверное, круги будут на камере образовываться. На регистраторе. И таким вот способом я пытаюсь выехать с другой стороны. И заехать мимо старых средневековых этих стен. И башен. Вы не поверите, сейчас я попал, наверное, в пробочку. И вот он уже старый город. Мы его видим. Точнее, я его вижу. Но иногда думаю... На камере тоже... Что-то, что-то увидим. Но вряд ли мы здесь что-то увидим. Кстати, красная дорожка для велосипедистов. Покрывало смерти такое красное.